Ваше святейшество благословите, священник Вячеслав Клюев, Глазовская епархия. Не первый год участвую в деятельности общественных отцовских объединений от общероссийского до местного уровня. Наша епархия имеет положительный опыт совместного с отцовскими объединениями участия в конкурсах православной инициативы, получения грантов, разработки и реализации общественно-педагогических проектов. 4 октября президент России подписал указ об общероссийском ежегодном праздновании Дня Отца. Очевидно, что отцовство социально активное и вовлеченное отцей и отцовство в целом является одним из столпов и для церкви, и государства, и общества гарантией сохранения преемственности поколений. Но на сегодня в наших храмах, в целом по стране, по большей части мужчин мало. Как нам сделать так, чтобы отцовство стало важным фактором развития церковно-приходских общин, защиты семейных ценностей? И, может быть, имеет смысл поставить перед Патриаршей комиссией по делам семьи задачу организации взаимодействия с отцовскими сообществами на общецерковном уровне, а не только на уровне отдельных приходов и епархий. И, в принципе, мы бы могли помочь в решении такой задачи, если бы вы ее поставили, если бы благословили. Конечно, благословляю, и нужно все делать для того, чтобы развивать то, о чем вы говорите. Но если хотите знать мое мнение, то количество женщин всегда будет больше в храмах. Это касается не только православных храмов, это вообще касается религиозной жизни людей. Потому что женская психология, ответственность за себя, за своего ребенка, за семью, она делает женщину более чувствительной и более открытой к религиозному измерению жизни. Она больше как бы нуждается в молитве. Она не такая сильная, как муж. Муж опирается на... мужчина опирается на свои силы. А вот женщина, понимая часто свою некую слабость, она нуждается в помощи свыше. И она чувствует необходимость молитвы. Может быть, существуют еще какие-то причины, почему религиозность среди женщин более развита, чем среди мужчин. Но это является фактом. Еще раз хочу сказать, фактом такого глобального масштаба. Хорошо или это и плохо, я считаю, что это хорошо. Потому что женщина-охранительница домашнего очага, конечно, мужчину мы называем главой семьи, но благополучие семьи в значительной мере зависит от матери, от жены. Она-охранитель, она у очага. И если она уходит в сторону, то очаг гаснет. А мужчина постоянно куда-то уходит, в командировки, работая и так далее. Сейчас, конечно, ну вот когда сравнялись права мужчин и женщин, что на самом деле совсем даже неплохо, но одновременно на женщин ведь легла та ответственность, в том числе за материальное обеспечение семьи, которого раньше не было. И большинство женщин работает. Вот это создает, конечно, определенную, нарушает определенные балансы в семейной жизни. Но с другой стороны, это данность. И многие женщины с удовольствием идут на работу и делают карьеру. И я в этом ничего плохого не вижу. Но я вижу плохое только в том, что если работа женщины, ее карьера строится без учета заботы о семье, то это, несомненно, грех. Потому что женщина несет особую ответственность за детей и за сохранение семейного очага. И если, увлекаясь карьерой, она забывает о семье, о муже, то это обычно приводит к самым печальным последствиям. Поэтому я бы в первую очередь все-таки сказал о том, что сохранение семьи, здесь большая ответственность женщины, хотя, конечно, при отсутствии соответствующего отношения к семье мужа тоже ничего хорошего быть не может, и семья может распасться. Ну вот, само по себе, сама идея вовлечения отцов в более активную заботу о семье через участие в церковных программах, через участие в приходской некой активности, вот эта идея, она, несомненно, заслуживает внимания. Не скажу, что это будет просто осуществить, но если есть желание и возможность у нашего духовенства заниматься развитием особых отношений с мужской частью прихода, то здесь ничего плохого нет, здесь есть только один плюс. Но нужно находить правильные инструменты такой работы. Нужно вовлекать мужскую часть прихода, даже если это не очень активные прихожане, к такого рода активности, через которую перед человеком откроется значение церковной жизни. Ну, например, ремонты, строительство, не знаю, благотворительная деятельность, организация там каких-нибудь поездок, там, где мужчины могут сыграть свою роль, они, конечно, должны играть, не надо все это перекладывать на плечи наших женщин-прихожанок. Другими словами, отцовство – это очень важное служение. Из-за вовлечения во множество других дел, часто мужья и отцы недостаточно внимания уделяют семье в плане осуществления своей ответственности как отцов. Церковь, конечно, должна побуждать мужчин к этому. И еще раз хочу сказать, что очень важно было бы, чтобы и приходские наши общины вовлекали мужскую часть прихода в более активную церковную жизнь. Это одинаково, я думаю, злободневно и для отдаленных приходов, и для городских приходов, и для кафедральных соборов. Поэтому полагаю, что это одно из важных направлений нашей пастырской деятельности. И благодарю вас, что вы подняли этот вопрос. Благодарю, Ваше Святейшество. Продолжение следует...